Тварь ли я дрожащая? Или право имею? А давайте разберемся. Адвокат-общественник Анна Здановская в программе «Про право». Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы начинаем наш новый проект, который называется «Про право». Меня зовут Анна Здановская. Я адвокат Псковской областной коллегии адвокатов. И мы с вами будем говорить на острые, актуальные правовые темы. Рассмотрим практические случаи, разберем изменения в законодательстве. В общем, будем разбираться. Итак, о чем бы сегодня хотелось поговорить? Хотелось бы поговорить о судебных приказах. Часто мне на практике поступают вопросы, как мне не приходило судебное извещение, не приходило никакого документа, однако я знаю, что у пристава я кому-то должен. Да, на самом деле это бывает нередко. Поэтому хотелось бы сегодня разобраться, что такое судебный приказ, как он выносится, как его отменить и что делать, если дело уже, в общем-то, дошло до судебных приставов. Итак, начнем с того, что такое все-таки судебный приказ и как он и почему выносится. То есть начать хотелось бы, наверное, с того, что судебный приказ выносится по безусловным задолженностям. То есть по тем, в общем-то, где нет как такового правового спора. Выносится он мировым судьей, как правило, по, как я говорю еще раз, бесспорным задолженностям. Ну, для примера, например, алименты. Если родители, например, развелись, то понятно, что отец либо мать, которая не проживает с ребенком, обязаны уплачивать алименты. В таком случае может быть подано заявление о выдаче судебного приказа по вот этой вот безусловной задолженности. Выносится он в течение пяти дней с момента поступления данного заявления. Ну и, соответственно, в чем специфика вынесения такого приказа? Ну, она в следующем. В том, что как таковое судебное заседание, к которому мы привыкли, в общем порядке рассмотрения дела, не проводится. Ввиду чего судебный приказ выносится, соответственно, без вызова сторон. То есть, к чему мы приходим? Приходим мы к тому, что нам, соответственно, не приходит никакая повестка. И, в общем-то, тот вопрос, с которого мы начинаем нашу программу, как так, оказывается, что я кому-то что-то должен. Да, именно так и происходит. Происходит это потому, что мы не вызываемся, суд просто выносит некое судебное решение, которое же, к слову сказать, является и исполнительным документом. Выносится он, как я уже заметила, в течение пяти дней с момента поступления данного заявления. Подлинник направляется, соответственно, взыскателю, и копия направляется должнику. Взыскатель, соответственно, получая данное судебное решение, после того, как оно вступит в законную силу, может подать его к исполнению это в службу судебных приставов. Что касаемо с должником. Если вы получили по почте данное судебное, ну, так сказать, решение, да, судебный приказ, копию, то в течение десяти дней с момента получения должник имеет право его оспорить. Часто задается вопрос, по каким основаниям можно оспорить судебный приказ, как подготовить заявление, что указать в обосновании данного заявления, если мы хотим оспорить судебный приказ. Ну, есть нюанс в том, что законодатель, в общем-то, не заложил каких-либо оснований для того, чтобы оспорить его, указав просто, что достаточно будет просто не согласиться с его вынесением. Значит, можно просто написать о том, что с заявлением я, там, фамилия, имя, отчество, получил такой-то судебный приказ по такому-то спору, с меня была взыскана, например, определенная сумма, с которой я не согласен. Этого будет достаточно для того, чтобы данный судебный приказ был отменен. Суд отменяет данный судебный приказ тот же судья, который его, собственно, и вынес. Соответственно, определение об отмене направляются и взыскателю, и должнику. Но бывают разные ситуации, которые на практике нам приходится встречать. Это, например, когда уже, ну, например, должник узнает о том, что в отношении него есть некая задолженность, например, уже в момент, когда уже есть исполнительное производство. И тогда уже начинается ряд вопросов относительно его исполнения, и как его отменить, возможно ли это или невозможно. Но тут хотелось бы остановиться на том, что отменяется судебный приказ в течение 10 дней с момента его получения. То есть законодатель указал, именно этот момент, точка отсчета, это момент получения. Что мы имеем по итогу? Если, например, мы получили судебный приказ даже у судебного пристава, то есть у нас есть основания для того, чтобы его оспорить. Единственное, что нужно будет зафиксировать дату его получения, чтобы, соответственно, в заявлении об отмене судебного приказа указать, по какой причине, например, я отменяю судебный приказ сегодня, а вынесен он, например, был в июне месяце. То есть это нужно будет зафиксировать и указать о том, что мной по таким-то причинам данный судебный приказ был получен, например, по истечении срока, либо когда дело уже было на исполнении судебного пристава и так далее. То есть такие причины могут быть разные. После того, как мы это все указали, соответственно, данное заявление мы направляем в суд для того, чтобы данный судебный приказ отменить. Если же в течение 10 дней данный судебный приказ никем не оспорен, но он вынесен, но не оспорен, то, соответственно, взыскателю направляется подлинник данного судебного приказа с гербовой печатью для того, чтобы можно было бы его предъявить к исполнению. То есть нужно понимать, что для исполнения нужно предъявить судебный приказ именно с гербовой печатью. Что будет говорить о том, что он, в общем-то, вступил в законную силу, никем, соответственно, не оспорен. Для того, чтобы получить судебный приказ в подлиннике, соответственно, с печатью необходимо обратиться в судебный участок, который вынес данный судебный приказ. Ну и, соответственно, с этого момента мы имеем право на то, чтобы данный судебный приказ был исполнен, предъявив его к исполнению службы судебных приставов. По заявлению взыскателя данный судебный приказ может быть направлен сразу в службу судебных приставов самостоятельно с судом, который его вынес, ну, либо мы везем его самостоятельно. О чем хотелось бы сказать еще? О том, что в случае, если судебный приказ будет отменен, это к тому случаю, где уже, например, взыскивается задолженность у судебного пристава. После отмены судебного приказа, значит, судебный пристав исполнитель должен прекратить исполнительное производство по данному судебному приказу в связи с его отменой. То есть, соответственно, никакие денежные средства в этот момент уже взысканы быть не могут. Вот. После того, тогда встает вопрос естественный, который, в общем-то, у многих имеет место быть, о том, а как же быть взыскателем в такой ситуации, например, если должник денег-таки должен, да, имеется задолженность, вот, и судебный приказ отменен. А по задолженности, соответственно, не было никаких выплат. Этот вопрос, в общем-то, тоже законодателем урегулирован и указано, что в случае, если судебный приказ будет отменен, то, соответственно, взыскатель может подать далее исковые требования, но уже в порядке, в суд обратится в порядке искового производства. Соответственно, это, ну, я вижу плюсы как для взыскателя, так и для должника. Ну, давайте поговорим о плюсах для взыскателя. Адвокат-общественник Анна Сдановская в программе «Про право». Хотелось бы напомнить, что сейчас в эфире программа «Наш новый проект про право» с Анной Сдановской, в котором мы говорим о нововведениях в законе, о самом законе и о случаях в судебной практике. Так вот, вернемся к нашему вопросу о порядке искового производства в суде и плюсы и минусы для взыскателя и должника. Так вот, для взыскателя есть свои плюсы. Ну, во-первых, мы все-таки реализуем свое право на взыскание безусловной задолженности, которая есть. Ну, есть свои сложности это с написанием искового заявления, там, с производством расчета, соответственно, с приложением неких документов, которые, возможно, потребует суд. Но, тем не менее, у нас есть шанс на то, что задолженность, которая имеется, будет все-таки взыскана по итогу. Если мы говорим о должнике, какие плюсы все-таки есть у него? Должник. Понятно, что должник есть должник, он понимает, что, наверное, он должен или не должен. Есть разные случаи, то есть каждый случай в своей природе уникален. Но бывают такие случаи, когда должник, например, не согласен с задолженностью и говорит о том, что я не согласен с суммой или еще с чем-то, с расчетом. Если какие-то кредитные дела, например, с пенями, которые установлены, со штрафными санкциями. То есть, ну, поэтому в моем видении порядок искового производства в этом плане выигрышен. Почему? Помимо самого искового заявления к делу будет приложен ряд документов, с которыми, как правило, можно ознакомиться, потому что по закону каждая сторона в деле имеет право на ознакомление с материалами дела. Ну и, соответственно, судом, когда дело будет назначено к рассмотрению, суд пришлет уведомление, в котором будет указано, что сторона, то есть должника, имеет право предоставить свои возражения относительно спора с соответствующим обоснованием, документальным подтверждением и прочими документами. Поэтому тут есть плюс свой, что можно посмотреть, во-первых, на каких документах основывают свои требования истец, ну и, соответственно, предоставить свои возражения. Также в законодательстве есть такая, ну, на мой взгляд, неплохая придумка, а именно это уменьшение процентов пении штрафа в соответствии с 333 статьей Гражданского кодекса. То есть об этом можно также заявить, но тут обязательно нужно заявить об этом в суде. Это возможно в том случае, если, например, обязательства, которые являются предметом взыскания, несоразмерно, вернее, пении, которые по обязательству у нас, несоразмерны больше тому основному требованию. Поэтому тут есть свои плюсы. Я считаю, что этим каждая страна может воспользоваться, как и истец, то есть подтвердить свои исковые требования, также и ответчик, который может, в общем-то, высказать свои возражения относительно спора. Поэтому исковое производство – это совсем не страшно, и, в общем-то, и сам судебный приказ, как мы сегодня уже поняли, это ничего страшного. И логично то, что зачастую, ну не зачастую, а в принципе, извещение о времени и месте рассмотрения не приходит, и, как правило, стороны узнают о том, что в отношении них взыскана какая-то задолженность, вынесен судебный приказ уже по факту. Поэтому тут нарушений законодательства нет, это действительно норма закона, которая соблюдается судом. Напоминаю, что сегодня мы поговорили на такую, ну, на мой взгляд, важную тему, актуальную тему про судебные приказы в нашем новом проекте «Про право». С вами была Анна Сдановская. Версию вы нашу можете не только слышать, но и видеть на различных мессенджерах PLN, ВКонтакте. Всего доброго, до новых встреч. А давайте разберемся. Адвокат-общественник Анна Сдановская в программе «Про право».